А знаете ли вы, зачем японцам нужен флаг на оружие? Как гласит история, эта традиция уходит корнями в далёкое прошлое, когда для личной идентификации самураи крепили сзади своих доспехов лакированное древко с вертикальным полотнищем. Высокопоставленные самураи носили флаги с персональной геральдикой, несмотря на то, что такие знаки отличия могли серьёзно помешать им в рукопашной схватке. Стяг, который привязывали на своё оружие японские солдаты во Второй мировой войне, называли флагом удачи. Он служил для каждого воина своеобразным талисманом. Его дарили новобранцу члены семьи, где на тонком шёлке родственники солдата, его друзья или коллеги по работе писали свои имена с пожеланиями удачи или патриотические наказы. Если солдат погибал, то прежде чем его похоронить, родственники смывали с полотна надписи и нашивали полосу, символизирующую прямой путь. Флаг удачи на свою винтовку привязывал командир отделения для того, чтобы солдаты всегда видели его местонахождение. Была у флага удачи и другая важная роль. Дело в том, что главным тактическим приёмом японцев была атака ночью. Они умели вести бой даже в кромешной темноте, в то время как их противник был к этому совершенно не готов. Перед ночной атакой японские солдаты привязывали свои белые флаги на винтовке, что служило им в темноте опознавательным знаком. Если японец увидел перед собой блеск штыка, на котором не было флага, то он знал, что перед ним враг. Командиры подразделений перед ночным боем часто повязывали на спине крест-накрест скрученный белый флаг больших размеров, а если такого не было, то использовали простой бинт. Так солдаты всегда видели, что их командир впереди. Флаги удачи были очень популярными трофеями среди американцев, воевавших с Японией в Тихом океане. Делись этим видео со своими друзьями. Подписывайся на канал, чтобы не пропустить новое видео с коктейлем знаний.